В Екапилсе скоро появятся медики-добровольцы, которые будут помогать самым незащищённым слоям населения. Идея создания общества медиков-добровольцев принадлежит травматологу Каспар Саудрису, который некоторое время назад работал волонтёром в Индии. Будут ли участвовать другие врачи? Я думаю, обязательно. Люди подходили и интересовались моей идеей. Примерно 12 человек. Помощники, ассистенты, операционные сёстры и несколько врачей. Проект уже решила присоединиться Екапилска региональная больница. Бесплатные консультации хирурга будут предложены 170 пациентам. Также планируется провести до 30 операций на плечевых и коленных суставах. Средства на это надеются получить благодаря пожертвования. На данный момент проекту необходимы 30 тысяч евро. Правда, какую-то сумму нужно будет платить и самим пациентам. Я не исключаю, что отдельным работникам надо будет платить за услуги, например, за то, что они ухаживают. Но главная цель этой акции – проведение сложных операций на суставах высококлассными специалистами. Пациенты информацию о возможном бесплатном лечении смогут получить уже через неделю во всех лечебных учреждениях Екапилса и записаться на обследование. А медики-добровольцы начнут свою работу в середине лета. Крупномасштабное обновление электролени началось на севере Курзема. Именно в этом регионе чаще всего во время сильного ветра домохозяйства остаются без электричества. Поваленные сильным ветром деревья – одна из основных причин сбоев электроснабжения. Волости грибулей такое случается регулярно. Как ветки ломаются, так поводов нет. И электричества нет. Здесь большое дерево упало. Хорошо, что это большая береза, не на провода упала. А то опять неделю ждали бы. Предприятие «Садала-Стыклос» в этом году в Талсинском крае планирует осуществить 11 проектов, вложив почти 900 тысяч евро. Так, в Волости грибулей старые алюминиевые провода заменят на новые изолированные. А в городе Сабиле реконструируют точку распределения. Планируется, что в Талсе, Дунда, Гейрой обновят электросеть на протяжении 90 километров. Похожие крупномасштабные работы по реконструкции проходят и в других местах Латвии. Ваглуна – первый в Латвии слет исполнителей музыки на коклы. Прошли и мастер-классы игры на этом старинном латышском инструменте. На этих щипковых инструментах люди играют уже много веков. В Латвии сейчас распространены два вида этнографических коклы – из Курзема и Ладвилы. Существует и современный вариант инструмента – академический. Ваглуна – мастер-класс провела известная в Латвии исполнительница Лайма Янсене. Мне нравится работать со снов, когда учишь основные аккорды. И тогда человек понимает, что он хочет играть в будущем. Очень мало мужчин, играющих на коклы. Может, всего 20. Женщин больше. Детей много, которые в кружках занимаются. Игра на коклы не так популярна, как, например, скрипка. Серьезные игры на коклы учат в музыкальной школе Резекна и в Латвийской музыкальной академии имени Язы Павитола.